СОНИ XZ2 У тебя особой путаницы не будет Это какой? Трех лет недавности, двухлетний или только вышел Все-таки немножко он отличается Теперь они делают свой телефон, кстати, не только водозащищенным, но и с беспроводной зарядкой Технология Qi На сайте Sony, например, написано, что несите нам бабок побольше, купите у нас дорогую зарядку Sony Зарядка официальная, фирменная, стоит дороже даже, чем айфоновская Но я открою вам небольшой секрет На самом деле можно купить, ну, любую И он будет заряжаться Технология-то одна, Qi Никуда не делись из стереодинамики Ну давайте, раз уж я так начал рьяно о нем рассказывать Я расскажу все, что о нем знаю Хожу я с ним немного, сегодня третий день пошел, как в этот телефон Я вставил сим-карту, потестировал, рассказываю Итак, дизайн Начнем с не очень хорошего Это то, что телефон стал реально очень скользкий Я дважды его чуть не уронил Я даже сейчас держу И я внутренне весь напряжен Потому что если телефон упадет, будет очень плохо Ребят, это флагман Это XZ2 Только что анонсирована, кстати, премиум версия Позже на нее обзор будет А есть еще компакт Но в любом случае, Sony берет очень много денег За что? Не то, что я его буду ругать Мне нравится, что здесь 845-й снэпдрэго Мне, в общем-то, нравится камера Ну, например, мне не нравится фронталка Ну, о камерах поговорим чуть позже Давайте с внешним видом закончим Как делает Sony, начну с того, чего мне нравится Молодцы Никаких скрепок не нужно Вытаскиваешь просто ногти, молоточек и ставишь туда Мои модели, которые на тестировании совмещены Либо две сим-карты, либо у меня второй карта памяти microSD Никуда не делись кнопки громкости А вот кнопка включения, она внизу Кнопки наверху Не очень удобно, учитывая то, что экран стал 18 на 9 И телефон проскальзывает, когда ты пытаешься дотянуться до кнопок громкости Ну, ладно, это придирка с моей стороны А вот объективно, что не нравится, это сканер отпечатка пальцев, который переехал совсем вниз Притом, Sony какие-то чудаки Они пишут, сканер сделали более удобно Ну, неудобно же, вот я так и не привык Удобно было на боку Не знаю, почему они отсюда его убрали Но на боку было реально удобнее, чем теперь тянуться в таком длинном телефоне 18 на 9 в формате вниз Зато, конечно, похвалюсь стереодинамике Никуда они не делись Притом, обращу внимание, что звук идет на вас То есть, один динамик здесь, другой здесь И одно наслаждение пользоваться телефоном И что-то смотреть, какой-то контент Будь то YouTube, будь то музыка ваша Конечно, новая фишка здесь есть Они, я думаю, многие наслышаны Это вибрация телефона в такт музыки Работает очень просто Есть несколько градаций силы этой вибрации Но максимальный смысл в ней никакого не вижу Потому что телефон тупо в руках вибрирует без перерыва практически А вот на одну, либо на две четвертых Зачетно Мне понравилось Ребята, почти 200 грамм, 198, не могу понять за что Батарейка 380, экран 5,7, алюминиевая рама Единственное объяснение, это камера Скорее всего, все-таки дело в ней Потому что за счет этого телефон скругленный стал И камера здесь Sony улучшает их постоянно Sony это реальный производитель камер Но здесь они что-то перекрутили, перемудрили Я не могу сказать, что камера здесь меня впечатлила И не могу даже сказать, что он снимает лучше, чем XZ1 Честно говоря Ну, на уровне, на хорошем Примеры можете посмотреть по ссылке под этим видео В прошлом поколении фронтальная камера была лучше, если для вас это важно Сейчас она всего лишь 5 мегапикселей И качество, я не побоюсь сказать правду Оно фактически как в дешевом китайском телефоне за 150-200 долларов И я просто в шоке, честно говоря Вы можете посмотреть примеры И, возможно, в будущем исправят камеру А, возможно, нет Я не знаю Но основная камера хороша Вопросов к ней нет Видео до 4К пишут Ребята, еще очень важный момент в новой Sony Я когда впервые на выставке в Барселоне ее увидел Был несколько разочарован Несмотря на то, что она мне там понравилась Нет разъема для наушников К сожалению, даже такой монстр, как Sony Отошел от стандартного джека 3,5 мм Предлагается использовать переходник Type-C В комплекте он есть По экрану Это все-таки флагман Он дорогой, он классный И экран, конечно, соответствует цене Здесь 5,7 дюймов, как я уже и говорил Формата 2 к 1 или 18 на 9 экран Разрешение Full HD+, Поэтому придираться к нему вообще никакого желания нет Да и никто не сможет Экран качественный, приятный Ну, другого мы, собственно, и не ждали Есть настройка цветовой температуры Я такой настройки нигде больше не видел В разных градациях Все, что угодно можно с картинкой сотворить Но даже без нее берешь телефон в руки И все, ничего настраивать не хочется Экран зачетный, но по-другому и быть не могло Про батарею Батарея, к сожалению, не удивила Все мы понимаем, что 3 180 мА Это немного для Full HD+, экрана Для огромного экрана, IPS-экрана В реальности я не могу сказать, что телефон работает мало Мне, с одной стороны, хватало его до вечера Но с другой стороны, с трудом все-таки У меня ощущение четкое, что все-таки Как будто тоже небольшой шажочек назад По сравнению даже с прошлыми поколениями Как это ни странно Я, честно скажу, в этот раз не успел Его прогнать на максимальной яркости экрана Позже, я думаю, этот тест мы добавим Когда будем сравнивать ее с премием Обязательно, я думаю Но сейчас, по ощущениям, походив с ним Автономность, она средняя по рынку Как правило, на день 380 чудес нет Единственное, что хорошо, это беспроводная зарядка Опять же, я о ней подробно рассказал И быстрая зарядка, конечно, тут присутствует Телефон заряжается быстро Конечно же, интересно сравнить этот телефон Sony XZ2 Моделька 2018 года С телефоном, который вышел, на самом деле, совсем недавно Где-то полгода назад Sony XZ1 Срок жизни, получается, XZ1 какой-то совсем маленький вышел И, ну, с одной стороны, посмотрев на него Можно это понять Почему? Да, но в первую очередь, конечно, вот эти гигантские рамки Просто сверху и снизу И прям, я не знаю, что по поводу них сказать Мы уже все говорили в обзоре этого телефона И все остальные говорили Тем не менее, если говорить про сравнение этих двух телефонов Что из этих двух телефонов сейчас актуальнее и интереснее? Честно говоря, вы знаете, здесь вывод, конечно, неоднозначный Потому что основное отличие этих двух телефонов Это, в первую очередь, внешний вид Это экран Посмотрите, в XZ1 используется стандартный экран 5,2 дюйма И здесь, ну, стандартный совершенно для Sony дизайн Да, вот эти острые края, которые впиваются вам реально в углы Действительно, смартфон не всегда удобно лежать в руке С другой стороны, датчик отпечатка находится с нормальной стороны Это сбоку, а не где-то в центре смартфона С другой стороны, он не такой марки глянцевый Он выполнен в хорошем металлическом корпусе И здесь есть разъем 30 мм С другой стороны, вот этот, конечно, вытянутый, компактный, красивый экран Диагональю 5,7 дюйма С другой стороны, абсолютно глянцевая поверхность со всех сторон Которая заляпывается с какой-то космической скоростью Которая стремится высказать вас из руки Нет разъема 30 мм Камера находится где-то в середине И вы, пытаясь разблокировать телефон, попадаете именно в нее пальцем А уже потом сюда Я, честно говоря, не знаю, Sony, когда вот этот телефон упускала Говорила, мы перенесли датчик отпечатка Как удобно всем людям держать И я вот думаю, каким людям удобно держать этот телефон вот так? Вот как вы должны телефон вот так вот держать? Вот вы держите телефон вот так? Вы кто? Кто вы? Ладно, едем дальше Экран На самом деле, к экрану придраться не получится Они и тут, и там очень прикольные Очень хорошего качества для своего уровня С другой стороны, понятно, что вот этот телефон на 2017 год никак не тянет Да, наверное, даже на 2017 А здесь, конечно, все здорово А вот продавательность у телефонов на самом деле Все очень близко и похоже Честно говоря, XZ2 в плане продавательности Это просто эволюционная ветка Здесь установлен хороший, мощный процессор 835-й снэпдрэгон и 4 габайт оперативной памяти Смартфон очень быстрый Я говорю про XZ1 Он потянет все игры Переварит все различные видео Задачи, которые вы только его нагрузите И он тормозить не будет В XZ2 этого еще больше И, ну, это и хорошо Пожалуй, вот на этом можно закончить Просто процессор стал современнее, мощнее Все А в остальном у телефонов на самом деле Все очень похоже Абсолютно одинаковые камеры основные По селфи камерам XZ1 даже лучше Все-таки 5 мегапикселей в XZ2 как-то вообще не впечатляют Да и с автономностью у XZ1 тоже получше Именно за счет того, что экран здесь не такой огромный Не такой вытянутый А вот дальше начинается перекос в сторону XZ1 Потому что во многих вещах он будет лучше, чем XZ2 В первую очередь, конечно, это разъем 300 мм Который в XZ1 есть А здесь его придется втыкать отдельно Во-вторых, камеры На самом деле по этой части телефона В принципе не отличаются, Сергей, про основную камеру Они здесь одинаковые Единственное, что на XZ2, конечно, умеет камера Еще снимает 960 кадров в секунду в Full HD А это только HD разрешение И разница достаточно весомая Именно суперзаменное видео все-таки XZ1 снимает Ну, честно говоря, не Ахти, HD-качество Это так себе Ну и в общем и целом, получается, сравнивать эти два телефона Ну, не знаю, честно говоря Понятно, что между ними разница, в первую очередь, конечно, по дизайну Поэтому, если вам нравится этот дизайн То, честно говоря, XZ1 вполне даже актуальный смартфон Ну и что? Итог по данному смартфону Вы знаете, конечно, здесь можно придраться Как там, не знаю, Давиду что-то не понравилось И можно придраться к тому, что здесь нет разъема 300 мм для наушников Но, с другой стороны, много у кого уже их нету И кому-то это не печалит Хотя, честно говоря, меня тоже печалит, и я бы все-таки это в минусы занес С другой стороны, мощный смартфон с необычным внешним видом Отличным экраном, хорошим качеством звука И самой мощной производительностью, которая, в принципе, сейчас существует Минусы? Ну, не знаю Понятно, что цена И, как всегда, цена познается в сравнении с конкурентами И вот, на самом деле, вот здесь начинаются основные минусы этого телефона Сам по себе телефон очень-очень неплох И если вы фанат Sony, то для вас сейчас лучшего предложения на рынке вы точно не найдете Ну, по крайней мере, до выхода XZ2 Premium А вот если начинать смотреть на конкурентов, тут уже все не так очевидно Galaxy S9 снимает лучше И даже с автономностью у него будет получше И при этом стоит он столько же Есть еще Huawei P20, который тоже недавно вышел И там тоже все здорово, а с камерой вообще шикарно все И, блин, ну, честно говоря, конечно, телефон такой вот сам в себе Вот типичный Sony стайл, на самом деле Ничего не поменялось, вот не меняется уже много лет И все так же остается И я, честно говоря, больше от этого не ожидал Поэтому, конечно, должны четко понимать, почему купить этот телефон Должны они, допустим, Galaxy S9, Huawei какой-нибудь Или HTC U11 Ultra или... Стоп, или Xiaomi Redmi Note 4X какой-нибудь, да? За десяточку, шесть штук Ладно Итоги Конечно, подождем сейчас еще, когда обзор снимается, только выходит XZ Premium Там будет 4K дисплей, там будет двойная камера Но то, что я вижу сейчас Телефон получился объективно Даже цену, если не брать Все-таки 845 Snap, это хорошо Это клево Камера основная, хорошо Это клево Водозащита, стереодинамики, это клево Но Телефон реально скользкий, объективно Телефон ничем фактически не удивил Никаких, кроме, не знаю, кроме вибраций вот в такт И то не уверен, зайдет это на рынок или нет Будут ли другие копировать или нет Ну, по крайней мере, фишка Ну и все Даже каких-то фишечек мне лично не хватает Например, я кнопки даже переназначить не могу Кнопку назад и кнопку список последних приложений Я перерыл все Везде залез Весь телефон я не нашел Не знаю Может быть, это не столь важно Но для меня это критично Мне удобнее кнопка здесь Конкурентов у него, конечно, огромное количество За эти деньги И меньше, и дороже Тут и по андроиду любой производитель Щеголяет своими собственными телефонами Премием Тут и айфон, если вы сравниваете айфон и айфон На самом деле, посмотрите У нас есть относительно свежее Не так давно снятое сравнение Большого количества флагманов И, может быть, посмотрите на какую-нибудь другую сторону Не обязательно Sony Поэтому выбор за вами Мне же телефон оставил такие Немножко печально стало за Sony Потому что они ничем не смогли удивить Кроме этой вибрации В любом случае, посмотрите цену В интернет-магазине Q.ru Это интернет-магазин нашего спонсора Там продается огромное количество телефонов Может быть, если и не этот То подберете себе какой-нибудь другой Выбор телефонов огромен На этом у меня все Как всегда желаю Будьте здоровы, будьте успешны, будьте позитивны До новых выпусков С уважением, Давид и команда Q.ru Счастливо!